Я стараюсь быть объективной. Вы знаете, Михаил Саакашвили это гений формы, действительно гений с большой буквы. Я привыкла говорить о сути и есть ли суть в его полуторагодовой деятельности в Одессе, я думаю, что мы поймем со временем. Потому что если правда то, что говорила Юля, а выглядит так, что это правда, есть системные изменения, они проявятся и после того, как он уже не будет сам физически находиться в Одессе, потому что для руководителя очень важно запустить процессы. И, собственно, он много раз подчеркивал, что во многом успех Грузии основывался на том, что процессы запущены и работают даже после того, как его команда покинула пределы страны. На центральном уровне. На центральном уровне, спасибо за поправку. Что касается формы, к сожалению, сейчас это даже не в привязке к Саакашвили, это в целом в украинской политике преобладает тренд пиара. Пиар заменяет реальную деятельность. По утрам в очень многих ведомствах собираются чиновники и думают не о том, что мы будем сегодня делать, а о том, как мы будем об этом говорить. В Твиттере, в Фейсбуке, в телевизоре, в других форматах. Вы знаете, когда пиар-отдел создается даже в управлении внешней разведки, это, извините, не смешно, это грустно. И мне кажется, что эту тенденцию нужно преломлять, над этим нужно работать. Что касается будущего господина Саакашвили здесь, в Украине, мне кажется, оно зависит от нескольких моментов. Прежде всего, сумеет ли он сохранить нынешнее статус-кво, сумеет ли он сохранить украинское гражданство. Во многом это зависит, конечно, не от него. Буквально два месяца назад в программе «Левый берег» Соня Кошкина генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отвечая на вопрос о том, правда ли, что в генеральной прокуратуре находится представление от грузинской стороны о выдаче господина Саакашвили, сказал, что да, это действительно так, однако мы им в выдаче Саакашвили отказали. Вот если сейчас, или через месяц, или через два вдруг выяснится, что по каким-то вновь выявленным обстоятельствам украинская прокуратура решила пересмотреть свое решение, вы знаете, мне, к сожалению, это напомнит 2012 год и уголовные дела против многих активистов, политиков и представителей СМИ, в том числе против нас, «Левого берега». Тогда такие прецеденты были, когда сначала отказывали возбуждение уголовного дела, а через 8-9 месяцев доставали его из-под сукна, вспоминали и решали, а почему бы нет. Второе, это сумеет ли господин Саакашвили объединить вокруг себя демократические силы, потому что на сегодняшний день действительно симпатии демократически ориентированной избирателя очень распорошены, выбор довольно велик, начиная от демальянса, самопомощи, батькивщины, многих других молодых сил. Есть из чего выбирать. Но понятно, что тот, кто сумеет этот электорат мобилизовать, тот, кто сумеет объединить вокруг себя наиболее ярких представителей этого молодого демократического поколения, тот и выиграет. Сумеет ли Саакашвили стать таким человеком? Он больше умеет возглавлять. Поэтому я не знаю, получится ли, будем смотреть по обстоятельствам. Третий фактор – это то, что всегда в украинской политике движущей силой тектонических сдвигов были элиты, даже во время Майдана. Поэтому нужно понимать, что на сегодняшний день у олигархов есть определенный консенсус, временный консенсус с президентом Порошенко. Он их временно устраивает, но тот, кто идет против него, их очень радует. Это не значит, что они будут его поддерживать, вовсе нет. Но они не будут этому противиться. А вот смогут ли они поддержать человека, его политическую силу, его движение? Потому что олигархи – это не всегда плохо. Я имею в виду с точки зрения политического разреза. Это СМИ, это доступ к ресурсам, это административные показатели, это многое другое. Вот здесь большой вопрос. Потому что Михаил Николозович умудрился за короткий период времени поругаться и с ключевыми олигархами, либо с их фронтменами. И четвертое, самое главное – это не-наличие предвыборной ситуации. Потому что на сегодняшний день ее в стране нет. Хочется этого кому-то или нет. Я напоминаю, что досрочные выборы – это право президента Порошенко, а не его обязанность. И мне достаточно сложно представить, что должно произойти, чтобы он сегодня вдруг взял невыгодные для себя ситуации, объявил досрочные выборы. Не понимаю. Тем более, что выборы, вы знаете, с одной стороны, это очищение, а с другой стороны, выборы, к сожалению, это не всегда благо. Потому что если допустить, что сегодня происходят парламентские выборы, к власти придут популисты, к власти придет Ляшко, к власти придет Уппоблок и им подобные. И я не уверена в том, что на нынешних, если вдруг по каким-то неведомым причинам они случатся там завтра или через месяц в парламентских выборах, перевес одержат здравые силы. Поэтому я думаю, что нужно выждать, ну, необходимо какое-то время для того, чтобы новая политическая сила, которая еще до конца не оформлена под руководством Михаила Саакашвили, проявила себя, определила какие-то приоритетные позиции деятельности, показала первые результаты, а потом уже будем оценивать, будем оценивать дела, а не слова, которые мы слышим пока что. Вот, Соня, вы...